Чемпионы на льду 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 В 7 лет пришел в группу Этери Тибериза. Были травмы, может быть, какие-то серьезные? Серьезных травм не было, но так болело и любое что-то. Я слышала, очень много читала про это, то, что вам нельзя разговаривать на льду. Это правда? Ну, конечно, на льду надо только работать. Вот я очень много слышала, что вам очень много вещей нельзя. Нельзя вкусняшки, нельзя разговаривать на льду. Что вам можно? Можно хорошо кататься. Нужно. Расскажите, были какие-то серьезные травмы? Была травма серьезная, но уже по ходу сезона ходил рабочий процесс, но сезон складывался успешно. Я слышала, что вам очень много нельзя. Нельзя разговаривать на льду, нельзя есть определенные продукты. Расскажите, что вам можно? Да. Не знаю, как другим. Да, мне просто как бы... Ну, я контролирую свое питание. Я... Ну, так вот... Сильно себе ни в чем не отказываю. Просто так бы контролирую, чтобы было рабочее состояние. А просто говорить, почему можно разговаривать, но я знаю парники, танцоры, кто-то разговаривает в течение своей программы. Ну, мне не скому. Разве что подпевать под музыку можно. У вас очень красивые костюмы. Расскажите, кто вам их придумывает? Ну, придумываем мы все вместе всегда. Это... Неправда, я не участвую. Ну, неправда. Я всегда спрашиваю у моего партнера. Нравится или нет, это единственный вопрос, который мне задают. Вот, а так вообще, в основном я ищу какие-то ресеренсы. Скидываю их в партнер, всем тренерам, постановщикам. Всегда высушиваем пожелания по цветам костюмов, по каким-то определенным элементам декора. И потом совместным таким творчеством рождаются они. Хотел бы здесь отметить, что лично моими костюмами большой флаг не приносит моя мама, которая ими занимается, ищет варианты. Она их самая не шьет, но при этом она у меня является поставщиком очень классных идей. Может быть, есть какие-то хобби, интересы, помимо фигурного катания? Я очень люблю теннис. Я очень люблю большой теннис, играю. Имеет эту определенную психологическую разгрузку, например. Да, потихоньку сроки подходят. Поэтому необходимо уже ее завершать. А с какого возраста занимаетесь фигурным катанием? Я с 4 лет. Я тоже с 4 лет. В паре катаемся. Я получается с 13, почти с 14, а ты с 16. 15, мне кажется. Есть какие-то планы на дальнейшую программу? На сезон у нас уже программы поставлены. То есть идеи были, и они выплатились. Что для вас волнительно? Выступать на концертах или все-таки на соревнованиях? Соревнования. Здравствуйте, я тут новая участница дуэта у Жени совсем. У нас теперь трио получается. Словки и Медведева. Женя, привет. Расскажи, что для тебя волнительно? Выступать на концертах или на соревнованиях? У нас это не концерты называются. У нас называются это показательные выступления или гала-шоу. Я вообще не переживаю уже. Ну, что, оценки не выставляют, и ладно. У тебя очень красивые костюмы, наряды. Расскажи, кто их придумывает? По фасону я вообще не знала, что делать на эту программу. Абсолютно. Поэтому по фасону я обратилась к помощи искусственного интеллекта. Примерно хотя бы понять, что я хочу по цветовугаме или по тому, как классе выглядит. А все остальное – это работа художнику по костюму. Ну, так что везде человеческий фактор. А были какие-то серьезные травмы? Конечно, ну, нет ни одного спортсмена профессионального, у которого не было бы какой-то серьезной травмы. Конечно, были. Я слышала то, что вам нельзя разговаривать на льду. Это правда? Чуть нельзя. Кому нам? Кому нам? Фигуристам. Фигуристам нельзя разговаривать на льду. Условия. У тебя на тренировке? Ну, вообще, в целом, ты выходишь на лед, и, то есть, может быть, есть какие-то жесты свои, чтобы вы там понимали друг друга, потому что смотришь шоу, никто не разговаривает. Нельзя разговаривать на льду. У меня вообще была соревновательная программа сезона 16-17. Я там вообще в прокате по постановке я там говорила. Поэтому запретов нет, никаких нет. Странно, что тебе об этом сказали. У вас очень красивые костюмы. Расскажите, кто их придумывает? Обычно, ну, как с музыкой, с элементами, с костюмами. Все утверждает наша любимая, Марья Николаевна Москвина. Конечно же, у нас есть дизайнеры, которые специализируются именно на фигурных костюмах. И вот такая интересная вещь. Получилось, что костюмы, вот эти вот два костюма, они шли не в комплекте. И изначально к моему костюму у Саши был другой костюм. Секунду, я тебя, прости, перебью. Если вы посмотрите, если пересмотрите шоу «Влюбленное фигурное катание» на мой костюм, и потом посмотрите наш вальс, то найдете скотиться. А как зовут ваших меделей? Так, давайте назовем имя. Вот эти будут слишком банальные. Максимальные, да. Элвис? И пресс. Ну и Саша, Настя, тоже довольно просто. Скажите, есть какие-то увлечения помимо фигурного катания, может быть, какие-то хобби? Это ты падаешься. А, крови, да, полем. Ну, продолжайте, я пошла. Не, ну... Ну, ладно, давайте не будем о футболе, хорошо. Давайте скажу про музыку. Что-то новое, да? Жаль, что не получилось. На выходных хорован собрал весь Мегаспорт, ну, в субботу. И у нас были, конечно, шоу. Но вот уже, знаете, в выходных будет юбилейным. Куда я, собственно говоря, с большим удовольствием пойду. В моих увлечениях я занимаюсь французским. Мне это интересно, мне это нравится. Возможно, когда-нибудь, где-нибудь мне это пригодится. У тебя очень красивые костюмы. Кто их придумывает? Придумывают мои тренеры с нашей... женщины, которые живут в нашей платье. Как ты считаешь, какими качествами должен обладать настоящий чемпион? У каждого спортсмена свое качество, своя черта характера разная. Я не могу выделить какую-то одну. Поэтому, ну, их очень много, и у каждого она своя. Есть какие-то, может быть, хобби, помимо фигурного катания? Ну, танцы я люблю раскаршивать, картины по номерам, ну, по мелочам. С какого возраста ты занимаешься фигурным катанием? Я занимаюсь с четырех лет. Пришла в Хрустальный к тренеру Оксане Михайловне Балучевой. Класса наверх на Луне. Расскажи, не страшно было? На данный момент уже совсем не страшно, чувствую себя комфортно. Там даже вообще не боюсь совсем. На русском вызове, когда первый раз меня поднимали, так как ни разу в жизни еще такого опыта у меня не было, было волнительно. Вот, ну, сейчас вообще абсолютно спокойно, очень нравится. Расскажи, есть у вас какие-то приметы перед выходом на лед? Может быть, маленку подкладываете? Да нет, в основном хорошо размяться. Я люблю слушать музыку, слушаю в наушниках. Вот, потом, ну, не знаю, встряхнуть ноги. Что-то такое, связанное именно с физической формой. Какими качествами должен обладать настоящий чемпион? Целеустремленностью, упорством, уверенностью в своих силах. И если ты наработал, то ты должен выйти и сделать, несмотря ни на какие преграды. У тебя очень страшный образ, очень жесткая музыка использовалась в номере. Кого ты играл? Я играл песочного человека. Это голос из-под подушки, который пугает детей, крадет их слезы, и уливает свои ледяные вены. Его сердце освещает небосвод. Скажи, есть какие-то приметы? Может быть, вы перед тем, как вы ходите на лед, кладете себе там монету в конек? Да нет, обычно просто коньки надеваю, этого уже достаточно. А что тебе больше интересно, выступать вот на таких шоу или на соревнованиях? Ну, сложно сказать, везде свой антураж, разный интерес, и хорошо, когда и то, и то, и другое. А кто вообще придумал такой образ? Ну, я попросил поставить меня по Драмштейн, ну, и мы вместе все выбрали песню. Ну, а там уже, когда выбрали песню, тогда и образ уже сам собой вышел. А долго делали такой образ, макияж? Макияж минут 10. А костюм, да, выбирали долго по разным магазинам. Спасибо большое, это очень классно, у тебя был очень крутой номер. Спасибо. Ну, вот и подошло к концу наше мероприятие. Я надеюсь, что вам было точно так же интересно, как и мне. Мы узнали, что чемпионом быть очень тяжело, нужно много работать, много трудиться. Но если у тебя есть мечта и вера в свое дело, то у тебя обязательно получится стать чемпионом. Делаем снова, Россия готова!